всем привет снова здравствуйте и давайте в этом видео поговорим как сделать текстуры вот я пользуюсь материалом глина красная глина продвинутые пользователи такие вот профессионалы the brush написали мне что это полный отстой и короче пользоваться вот такой вот таким материалом ни один уважающий себя короче 3d шник не будет пользоваться вот этой вот красная глина это типа ну не знаю как это там у них все это чем пользуюсь как делаешь и так далее это их не фишки не будем на это заморачиваться ну в принципе каждый человек имеет право пользоваться тем световым материалом который ему больше близок да с которым удобней 3d шник ты продвинутый не продвинутый если тебе нравится пользоваться белым фоном да ради бога лепи хоть в белом фоне если ты это все видишь все детали и так далее тебе в этом материале комфортно так это поверхностно ну давайте разбираться теперь по текстурам как вот эти вот текстуры наносить возьмем к примеру колонну это вот предыдущий моей модели и вот я захотел ее все-таки доделать и на примере этой колонны объяснить тем кто не знает с чего начать как начать вот этот вот процесс нанесения текстуры сделать более такой прикольный вид ей да все давайте разбираться без пафоса и так далее выберем начнем давайте наверное нижней части вот этой вот с нижней ступени все отключим ее одну оставим так посмотрим сетку вот такая сетка нормальная добавил ее чтобы именно хорошо тут все наносилось так будем пользоваться как и в прошлом видео вот именно альфами но для начала давайте разберем такой момент как можно сделать не пользуясь альфами а именно вот ваша задумка вот вы захотели вот так вот так первый вариант заходим в трансформ активируем симметрию жмем y ну кого на какой оси находится модель и радиалы радиалов ставим 10 так прикинули маловато допустим ну чуть-чуть прибавим вот так вот о сделаем 13 и поработаем первый способ просмотрим маскирование нам control и левая кнопка мыши вот такое что-то мы можем делать и теперь давайте дров сайс уменьшим и рисуем что-нибудь путнее разведем дальше вот этот круг и вот так вот допустим вот таким вот макаром порисуем теперь зайдем в трансформ уменьшим радиалы поставим 7 и вот так вот прибавив дров сайс сделаем побольше что-нибудь вот такое вот здесь чуть-чуть сделаем поменьше вот так вот вытянутая а вот здесь вот последний это у нас получается ступеньки самые важные и вот так мы их сделаем чуть чуть поприкольней чуть одну поменьше одну побольше между ними шов можно делать поменьше получается вот такая штука ну в центре можно что-нибудь помощью control и alt вот это можно тут очищать кто-то дорисовывать если дров сайс мы делаем поменьше то можно с помощью control и alt вместе зажатый от что-то вот так вот по нарисовать здесь где-то вот такое вот что-то прочертить ну опять же это ваша задумка ваша фантазия так теперь дров сайс побольше поставим и оформим вот эту вот часть вот так и здесь прорисуем потому что здесь уже ступеньки и вот надо это дело край хорошо оформить дров сайс опять же поменьше и можно что-то еще вот тут вот такой вот наваять промежутках здесь можно вот так что-то поставить короче фантазируйте ну в принципе неплохо получается внешний вид будет симпатичный ну и давайте теперь control и инвертируем все это дело и поработаем именно с сайзом в геометрии дефор деформации можно работать сайзом вот так все это дело вытянуть или вот так это все уменьшить вот даже вот до таких моментов вот такая может получиться штука потом все это можно придавить и так далее то еще можно сделать можно работать инфлаты нам вот мы можем уменьшить его можем его прибавить вот до таких объемов ну так как это ступеньки чтобы здесь типа не было больших вот этих вот швов давайте немножко уменьшим ну где-то до такого момента также можно сразу не снимая маску сделать или релакс или polish вот так все это сразу можно выгладить и не снимая опять же маски можно все это дело опять же пролепить можем поставить вот стандартную кисть включить ее на углубление и уменьшив дров сайз вот так вот вот что-то вот таком духе наделать там царапин или где-то сколов вот таким образом можем работать опять же с помощью polish где-то прибавить дров сайз вот так и вот так вот где-то выровнить допустим вот у нас есть такая вот текстура делаем дров сайз побольше и вот эти вот края можно вот именно сгладить если у вас не рисует что-то заходите в brush и вот это samples вот эту клавишу отключаете и вот она тогда у вас будет рисовать нормально интенсивность можете прибавлять уменьшать вот таким образом раз где-то тут под подмяли где-то тут что-то вот так вот нарисовали вот таким образом здесь где-то тоже по проходили где-то уменьшили где-то больше придавили и также можно работать с помощью clay bird все это уменьшаете дров сайз поменьше прям ставите и опять же интенсивность регулируйте и где-то вот что-то в таком духе можете именно набросать вот таким образом если что-то у вас мало можете добавить дивайдов вот такая вот штука получается где-то козистая где-то нет где-то четкая и уже поэтому вы можете что-то дальше делать допустим ставите поменьше интенсивность как в прошлом видео и где-то камень уже дорабатывать прорабатывать добавлять что-то где-то вот какие-то края делать более выпуклыми делать вид именно камня так это как вариант привязываться не надо именно вот к этому рисунку это вот сделано чисто для объяснения он в принципе для чего-то может и пойдет прикольный так ну не очень лучший конечно вариант для текстуры ну как вариант для объяснения не судите строго так давайте все вернемся назад используем теперь давайте другой вариант выровняем все это поднимем и теперь вот будем работать опять же можно работать альфой а можно работать текстурой давайте текстуру рассмотрим включаем текстуру заходим в импорт так находим наши вот эти альфы текстуры где вы их сохраняете ну и найдем допустим именно какую-нибудь вот кстати уже есть готовые в интернете очень много ступеньки вам просто их нужно найти скачать вводите альфы 3d ступеньки или картинки 3d ступеньки вот как я искал так теперь текстурку эту всю подгружаем вот так она получается уменьшаем их туча возможности вариантов это выбирайте любую скачиваете закидывайте себе в папку потом будете пользоваться так стандартную кисть включаем все это дело выравниваем делаем прозрачность вот эту вот клавишу по прошлом видео не забывайте так и вот так все это дело устанавливаем прибавляем теперь интенсивность жмем z английскую теперь жмем rgb за сап вот это отключаем дров сайс побольше и рисуем смотрим как она работает аль нет если не работает опять же заходим simple в brush и включаем вот эту вот кнопку так все это прорисовываем вот для этих моментов конечно можно брать материал уже белый или другой какой-то если кому как удобно вот это здесь вот не видно чуть-чуть уберем это все добавим control д побольше можно поставить материал допустим вот белый опять же shift z возвращаем наш рисунок и вот опять это все делал так вот прорисовываем вот таким вот образом смотрим как нарисовалась все хорошо теперь что делаем теперь заходим в маски по прошлым видео вы должны это уже делать были если смотрели это видео жмем mask be color mask be intensive и заходим вот в этот сап тулы отключаем вот эту кисточку и работаем в деформации деформацию можно работать опять же in platen вот так вот ставить или можно работать сайзом вот получится что-то вот в таком духе вот так вот теперь можно этот поле штранат или релакс так теперь control левая кнопка мыши снимаем вот это все выделение и вот у нас получается вот такая вот тука мне приятней с глиной опять же работать пусть кто хочет говорить что это неправильно или еще как то как говорится плювать так жмем shift и вот эти вот части вот можно если где-то что-то подгладить подгладить или подлепить уже но это уже или поработать допустим вот именно полишем вот так вот чуть-чуть где-то подгладить с какой-то интенсивностью помягче интенсивность уменьшить и вот так все это дело где-то подровнять чтобы дюжить вот этих вот не было да и опять же прикольнее выглядит как будто правда ступеньки колоты где-то их можно тут пролепить прорисовать это уже придется посидеть так поработать ну в принципе вот такая вот получается текстурка давайте теперь поработаем по другому и поставим допустим саптулы чтобы вот этого боковых не было да выберем какую-нибудь модель вот эти ступеньки возьмем а эти уже отключим вот у нас теперь вот такая штука получается и давайте на них теперь потренируемся так теперь берем квадрат маскируем вот этот низ вот так вот переворачиваем его лицом к нам жмем shift z z английскую включаем вот этот круг делаем чуть чуть больше размер и вот так сейчас мы это дело поставив прозрачность подгадаем так смотрим как он тут попадает еще немножко можно прибавить вот так вот и немножко его подкорректируем так все это у нас опять же есть теперь будем делать еще немножко поймаем середину вот эту вот ступеньку центральную подкорректируем и теперь вот это все дело опять же прорисуем z отключаем делаем прозрачность более более четкий рисунок делаем вот этой кнопкой z отключаем и опять же на стандартную кисть немножко опять же порисуем посмотрим посмотрим как у нас тут все прорисовалось вот таким вот образом где-то что-то не забывайте если где-то не дорисовано дорисовывайте проходите лучше так ну и теперь опять же повторим вот эту операцию маскинг mask be intensive и прогоним геометрию так саптулы и вот эту кисточку уберем и опять же в деформации немножко поработаем опять же наверное твистом а инфлатеном вот так вот ставим и вот вы видите что у нас вот эта вот кромка которую мы замаскировали она прям она ровная вот теперь ее можно тут где-то пролепить где-то дорисовать и так далее нанести ступеньки уже отдельно и или еще что-нибудь придумать так это мы оставляем объединим давайте теперь вот эти ступеньки вот такой внешний вид у них получается если их вниз вот так вот опустить и объединить мерчдаун вот так вот окей вот такая вот штука красивая выходит так так это вот еще один вариант так и теперь попробуем давайте все это дело сделать альфой альфу включаем подгружаем ее вот сюда и теперь попробуем ее вот это все поймать вот такая штука получается у нас с помощью альфы тоже прикольная вот другая текстурка вот такие получаются у нас ступеньки давайте теперь посмотрим как на других ступеньках будет вести точно такая альфа и их соберем посмотрим что и как так давайте нанесем вот эту альфу вот теперь на верхней ступени вот от центра ставим приблизительно центр находим и вот так вот это все дело вытягиваем вот стараемся более менее ровнее это все тянуть жмем ctrl z чуть чуть уменьшить можно чтобы мышки было куда идти и вот так вот опять центр и опять вот это все находите и вот так устанавливаете вот такая текстура получается верхних ступенек вот такие два варианта ступени у нас получилось с помощью текстур и альф сделать все всем пока до свидания опять же лайки дизлайки и и и и и и и и